Почему два сейчас вам расскажут наши специальные гости, пока я так вот громогласно с радостью приглашу к этим микрофонам Во-первых, генерального консульства Чешской Республики в Санкт-Петербурге Яну Цимбалинцеву Затем нашего замечательного специального гостя из Чехии и режиссера фильма «Ангел-2» «Хиржа Страха» Ну и соответственно с переводом, как всегда, поможет тоже представитель консульства Энгла Митцева Всем нашим замечательным друзьям, ваши аплодисменты Поехали! Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, уважаемые гости, уважаемые друзья Мне очень приятно видеть столько знакомых лиц в этом кинотеатре Я очень волнуюсь сегодня Тогда, пожалуйста, простите, если что-то я скажу не так Я в первую очередь бы хотела поблагодарить «Синемафии» и ее прекрасным людям, как Андрей, Петя, Ольга и другие И за помощь и за организацию этого фестиваля хотела тоже поблагодарить своим коллегам Из венгельского, словацкого, польского, польских консульсов или польского института И что сказать? Я не буду долго говорить, вы пришли, конечно, смотреть кино Только хотела представить нашего чешского молодого, красивого, фалантливого режиссера и режистра Мы уже имеем честь его встречать второй раз в Петербурге Он приезжал уже полтора года назад Представить свой новый фильм «Восьмые» Ну и сегодня представить свой фильм «Ангель-2» Я про фильм не буду говорить, только вы вам посчастливиться Ознакомиться с очень интересной чешской традицией Это традиция, которая в Чехии, кому посчастливилось бывать в Чехии 5 декабря у нас на улицах встречаются Николай, черт и ангел Это очень интересная традиция, про которую опять расскажет режиссер Она как раз отмечается накануне смерти святого Николая, бископа Мертийского И это очень красивая традиция, которая сохраняется у нас до сих пор Мне очень приятно, потому что всегда, когда я смотрю фильмы господина Страха Они просто сияют, сияют звездами Это звезды актерского неба Чехии, которые там играют Просто смотреть его фильмы, это всегда как слушать какой-то прекрасный концерт Потому что под его руководством все получается Но я дальше уже не буду рассказывать Пусть он сам нам расскажет Я вам только пожелаю наслаждайтесь пожаркой Спасибо Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Я буду очень стручный Я буду краток Было очень интересное, когда мне пани консулка зашла хвалить, так микрофон зашел пискать Было интересное, что когда госпожа консул начала меня хвалить, так сразу же микрофон запишет Так что это такой, можно сказать, сигнал с небес, божий сигнал, чтобы мы здесь особенно языки не распускали перед фильмом Но я хочу сказать, что если люди действительно не знакомы с этой традицией святого Николая, как говорят в Чехии, святой Миколайш, то конечно же необходимо кое-что узнать Так что, наверное, уже это лишнее, что-нибудь рассказать Потому что я считаю, что режиссеру не зачем говорить перед фильмом и тем более не зачем говорить после фильма, потому что фильм сам говорит за режиссера Но это факт, что в Чехии сейчас этот фильм настоящий кинохит. И вот на сегодняшний день в Чехии в Чехии посмотрели этот фильм. Потому что его начали показывать в декабре. Так что если вы представите, что в Чехии живет всего 10 миллионов человек, так что это уже в общем-то десятая часть населения. Так что сейчас в Чехии достаточно коллег, в общем-то меня жалуют и люди. Так что для меня лучше уехать куда-нибудь подальше. Например в России. Так что, пожалуйста, смотрите фильм, наслаждайтесь с этой комедией, можно смеяться. А если вы знакомы с тем, что написано в Священном Писании, особенно в Новом Завете, то тогда вы наверняка будете смеяться в два раза чаще. Спасибо большое за буквально коротко, как обычно позвоню со статистическими данными. Вот в Чехии, соответственно, фильм «Ангел 2». Первый фильм «Ангел» вышел, или как по-чешски «Ангел Господень» в 2005 году. То есть 10 лет тому назад. Он еще тогда, 10 лет тому назад, стал суперхитом национального чешского проката. Причем, как вы понимаете, его посмотрели в близлежащие государства. Поэтому «Держи страх» на сегодняшний день считается одним из самых коммерчески успешных чешских кинорежиссеров. Но я возвращаюсь к тому, что многие коллеги недолюбливают. Есть за что. Во-вторых, вот спустя 10 лет появился второй фильм, как это принято называть, «Сиквел». Но на самом деле, если вы буклетик почитали, то в основе сценария этих фильмов лежит цикл произведения очень известной чешской писательницы Бажена Немцевой, которая, соответственно, знакома всем нам с вами познаменитым тогда еще чехословацким фильмом, который мы когда-то смотрели в детстве. Я думаю, мы об этом когда-нибудь еще вспомним. Но «Ангел 2», соответственно, это главный, вот без преувеличения, фильм Чешской Республики по итогам 2016 года. Он как раз вышел в национальный прокат в преддверии 5 декабря, о чем как раз нам рассказала Яна. И до сих пор, насколько мне известно, я даже специально гуглил этот момент, он показывается в чешских кинотеатрах. То есть прошло уже почти 3 месяца, а фильм до сих пор не сходит. Это большой рекорд и успех, потому что обычно стандартно любой фильм, будь то голливудский, будь то отечественный, я про наш прокат говорю, держится недели две, потом, если бокс-офис есть, его продолжают, но русское кино и через неделю убирают уже. Поэтому можем позавидовать Чехии за то, что такое замечательное, прекрасное кино там снимается. Вот. Еще раз скажу огромное спасибо всем нашим партнерам. Сегодня у нас День Чехии. Начну с Генерального консульства Чешской Республики. Также спасибо большое Генеральным консульствам Словацкой Республики и Венгрии. Завтра будет венгерский фильм. Большое спасибо и Польскому институту в Петербурге. Мы начинали с польского кино, потому что в этом году председательство в Башеградской четверке как раз Польша. Естественно, большое спасибо всем нашим партнерам. Это, во-первых, телеканал «Санкт-Петербург», федеральный портал «Киноафиша» компании «Рент-Ивент», отелю «Каринтия» и главному нашему генеральному спонсору, который второй год подряд поддерживает наш кинофестиваль, венгерская фармацевтическая компания «Кидон Вихтер». В общем, наслаждайтесь замечательным кино, возрастной рейтинг. Мы так, забегая вперед, поставили 12+. На самом деле это семейный фильм, но вдруг там будут какие-то вопросы, которые затронут ваше религиозное воззрение. Поэтому на всякий случай сделали 12+. Будут там любопытные моменты, но и на всякий случай предупрежу, что сцена курения тоже имеется. Так что собака курения вредит вашему здоровью. Все согласно нашему федеральному законодательству. После будем обсуждать фильм с режиссером. Приятного вам просмотра.